доброе утро всем что-то у нас уже включили фонтан обычно в 10 включает смотрите у нас вот как красиво запах вы просто не представляете какой запах стоит от вот этих апельсин не от этих от которые вот цветут я на работу пришла как всегда и хочу вас поблагодарить за ваши комментарии за ваши поздравления спасибо очень приятно мужчин идет а я без маски хожу чарли потерял меня смотрите чарли потерял их видите ищет видеть потерял меня такое вот сейчас я от него спрячусь у собак зрение не особо чарли побежал на работу потерял потерял смотрите бень потерял ты меня потерял столь и меня потерял ты чё потерялся столь и да испугался ну трусишка ты моя потерял маму никуда что наденется никуда не лениться чё ты потерял мой и выбежал на работу такой смешно и не могу ладно пошла я работу работать вот видите цветет все я тут немного подстригла сама себя как всегда прям немножечко так состригла я не хочу еще пока стричься основательно краситься не охота если честно вот поэтому немножечко так себя привела в порядочек у меня по вторникам всегда обычно уборка небольшая подстригла себя сейчас ко мне придет клиентка которая англичанка клиентка которая англичанка вот потом еще кто-нибудь придет в общем рабочие будни в самом разуме в разгаре я у твоих ног спасибо не говори в этом тебе помог бог его и благодари я уже съездила в алькампу за мусорными мешками ну как вы думаете я без них приехал ну я еще правда за фруктами ездила сейчас будем разгружаться надо руки помыть представляете я же вчера активизировала карточку свою банковскую ну и мне тут в комментариях пару раз писали типа чего я не сделаю телефоном расплачиваться да я как то думала думала и гадала и вот вчера я эту операцию проделала карточка же новая и думаю сделаю а я же как это думаю вдруг я что то не разберусь я же все таки из колхоза с деревни да шутка я во всех этих делах хорошо разбираюсь поэтому для меня это не проблема ну мало ли думаю вдруг что то надо было что то активизировать активизировать еще я с вами с деревушечкой и в общем сегодня расплатилась на как она называется автокасс автокасс автокасса ну где ты сама там выкладываешь продукты сканируешь вот и расплачиваешься все у меня получилось я прям знаете чуть ли не сдрожим в рукам этот телефон подношу и думаю что как смотрю подношу а там вроде бы как было написано в инструкции что просто подносишь телефон и все и я прямо подношу и туда и сюда даже пин-код не надо было вставлять представляете так что я теперь современная дама так набрала что надо что не надо все набрала ой как обычно в принципе даже пакетики смотрите запихала их в это ну чтобы не бегать за каждым пакетиком туда и сюда в штаны запихала вот две штуки осталось потому что я сегодня взяла яблоки ну я сейчас вам все покажу покажу расскажу а я знаете что хотела сегодня есть оливье это типа которая у меня окрошка была превратилась в оливье и отварить вареники с лишней Танюши которую я делала вот я сейчас вареники там и поставлю пока буду с вами болтать они у меня уже сварятся так в общем сейчас включусь и расскажу вам и чек заодно принесу как говорится начнем по порядку на 28 евро 64 копейки у меня вышла закупка вот рубль девяносто девять масло сливочное кефир рубль сорок пять пол литра я думала покупать не покупать кефир а вроде потом думала да масленица позавтракать ими здорово ну и говорю наделаю и заморожу правильно и ничего им не будет так что купила кефир кокосовое молоко купила так рубль девяносто девять стоит вырезка индюшачья четыре тридцать пять это я сейчас замариную вот кипела водичка замариную завтра сделаю и блин что то раз два три четыре раз два три четыре замариную сделаю и будет у меня с кебабом вот такой вот закупила эти но по порядку будем дальше а ну вот они как раз рубль двадцать девять вот такие вот лавашики турецкие синасель тэдэ пальма без пальмы масло все дела так сетос грибы 400 грамм здесь вот рубль сетос рубль девяносто девять два сорок три огромный ананас здесь прям сколько два с половиной килограмма прям я его взяла огромничный пускай постоит один авокадик взяла девяносто семь копеек такой вот он уже почти готовый полкило пятьдесят четыре копейки стоит морковка яблоки вот такие вот рейнита называется это муж любит такие яблоки такие вот они на антоновку прям вообще похожи один в один так сорок пять копеек лук здесь почти килограмм вот такой вот вот инсалада умада вот взяла вот такой вот смотрите ну это микс из тут сальмон труча форель в общем всякие такие рыбки 150 грамм рубль сорок пять стоит да если я не ошибаюсь а рубль сорок восемь яблоко яблоко фуджи рубль девяносто пять это я уже себе они кстати очень вкусные прям ням-няшечки несмотря на то что блин вот видите опять я взяла какое выбирала же ведь стояла они некрасивые но мне нравятся яблоки когда они некрасивые они вот такие невосковые я люблю яблоки со шкуркой есть вкуснее же так сорок две копейки мука и все что-то дохренадельник а вроде ничего и не купил вот так вот вот так вот и никак иначе так осталось пять вареников надо их спрятать потому что если десять то это слишком а если ну в общем короче вы меня поняли ладно буду все это распаковывать раздарета и достаю свое оливье и доедаю и буду разбрасывать все по холодильнику ну что поехали целое ведро блинчиков замесила сейчас буду жарить на двух сковородках как нажарю себе на месяц или на два в этот раз в этот раз никому не отдам я тебя никому не отдам ну все полчаса работы и вон сколько блинов сейчас они остынут я их расфасую по три штуки и в заморозку отправлю ох блины 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 хорошая идея кстати вот когда достаю из заморозки они прям в один в один такие же как и только что готовые поэтому смело замораживайте и ничего не будет знаете идея такая пришла откуда ведь за в магазине тоже полуфабрикаты разные есть продаются и блинчики с творогом и все они заморожены и ничего с ними чего где целоваться да сейчас гулять пойдем немножко еще пойдем гулять да все иди так что вот так смотрите вот там даже радуга есть видите участок такой солнышко падает тут вон какая чернота пойдет дождь не пойдет как вы думаете я даже не знаю а там вот так ни одного облачка как так я туда к морю пойду синоптики не знаю что говорят вы знаете они не врут на сегодня передавали дождь но в льму некоре вот где я вчера была там действительно был дождь потому что по инстаграму смотрю девчонки показывают что у них дождь а у нас ни капельки не было хотя вру когда подъезжала к дому капельки две упали хотя вот у людей там висят я просто меня тоже стирает стиралка стирает ветер такой небольшой и вот думаю вешать не вешать белье сюда гулять то я пойду у меня не замочит ни сахарные не растаю вот так вот расфасовала блинчики 21 блинчик получился их пока не завязала потому что они теплые еще могут это ну чтобы подышали скажем так ладно пойду одеваться переодеваться пойдем немного провздимся помните я говорил про невоспитанную собаку а вон она пошла мне придется по этой стороне идти потому что здесь вот она ее сама не может вести потому что она невоспитанная ну ладно я пойду по этой стороне в общем я по полям пойду потому что по одной стороне по другой стороне ну по стороне которой я пошла там тоже другие огромные собаки поэтому чарли уже начал испытывать стресс от лая я говорю пойдем по полям здесь спокойно обычно по этой трассе всегда ходят с маленькими собачками здесь вот у нас шпинат растет что-то прям какой-то сегодня ветер ледяной зима сегодня с подругой разговаривала с россией у них 15 градусов мороз представляете вот тебе и мордок наденешь трой порток у меня всегда так бабушка говорила а ну так и есть там смотрите ни одного облачка ой радуга смотрите ой да прям при это видите и с этой стороны и с той стороны красота так вот у природы нет плохой погоды залезла в комментарии почитать и короче иду уже тут на полчаса по этой дороге отвечаю на комментарии ваши спасибо вам огромное за комментарии вот потому что я говорю чужья одному человек ответила остальном остальным нет а чарли рад он тут травы наелся разной вот видите как здесь у нас не зонт надо брать очки солнце прямо это светит хотя сзади там вот вот так ой еще раз радуга видите хотя и поморосил маленечко дождь так знаете две капли в общем погода ну все уже сегодня это последний день завтра уже все передают на следующей неделе уже будет тепло и хорошо хотя и так особо не было никакого дождя вот он идет вот так вот и травку выискивает которая ему нравится и кушает у него полдник такой вы знаете опять про тему тиктока тикток вообще меня веселит там такой контингент там такие люди разноперые скажем так собраны в общем вчера я вы сняла одно видео про ну я вам много раз показывала вот я где хожу там тиблицы у каждой тиблицы есть такой контейнер в который складывают ботву я много раз вам показывала что среди этой ботвы в середину в кучку они складывают либо помидоры либо огурцы ну не калиберные такие которые не годятся для продажи да скажем так но хорошего качества ну просто они некрасивые или еще там что-то и вот я значит сняла этот ролик типа посмотрите нищая Испания помидоры выкидывает один мне сейчас пишет ой блин говорит а зачем вы по помойкам лазите ой мне так ржачка с одной стороны конечно по одному ролику не скажешь почему я туда лазаю и откуда это взять вот и там столько там всего в 15 секунд что-то там уместить какую-то информацию не уместишь но мне такое ржачье вот у людей какая фантазия представляете вот он или она нафантазировал как я лазил по этой помойке но я дальше чтобы для развития его фантазии ему ответила я говорю эти помидоры собираю и потом перепродаю ой блин ну чисто поржать представляете какие фантазеры люди уже нафантазировали что там я зачем-то полезла в помойку и что-то сняла ну завтра планирую снять видеоролик откуда взялись эти а то действительно непонятно что это за мусорка откуда она взялась и почему там хорошие помидоры ой блин ржака и солнце мне в глаза посветило и ветер подул и вот дождик капает подмочил мою репутацию и прям усиляется такой знаете ну я уже почти около дома под балконами буду ходить так что удивительная погода сегодня хоть и не 8 марта а 9 но зато я домой пришла у меня вот тут стоит такая тарелочка с вкусняшками это торт пирожные такой с яблочной а это безе не безе а меренга вот так что ну это конечно мне на неделю смотрите здесь все масли тут трындец капец сейчас сейчас буду кофе ставить это в общем я когда уходила оставила мясо чтобы муж пришел пожарил себе когда он захотел сковородку ну вот он пожарил и на сковороде и рядом и везде сейчас короче буду чайник ставить я конечно уже все на сегодня у меня нет никаких пиролинок у нас дождик не сильный но капает 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 дождик так что вот можно сказать подарочек на 8 марта так это пироженка она очень вкусная вот так выглядит какой то внутри крем а это вот белки ну а это обычно тарта дейрансана тут тоже видите слой теста вот этого слоеного крем заварной и сверху яблоки яблоки на сливу так что вот так надо сейчас глины заставить поставить заморозку сегодня движу все блины жарят ой блины 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 блиночки мои мне теперь надолго хватит раз два три четыре на пять раз потому что я одна блины ем ага пять раз вот шесть семь на семь раз завтра с утра позавтрак ты чё тут смотришь а мне бельё надо вывесить а на улицу дождь он вы знаете всё ничего у нас должен быть там ну чуть-чуть не ливень все-таки но он грязевой поэтому после этого дождя нужно ещё раз сто пятьдесят раз стирать потому что там сахарская пыль оседается на белье и в общем треш семечек нагрызлась так пить хочется так какой же мне чай заварить себе даже не знаю в общем буду выбирать какой чай и и прятать блины в итоге повесила бельём короче доставал прищепку и себя чуть не покорябала может и покорябала вот тут нос носок потеряла пока несла где он тут а у меня таких уже два есть какой-то оторвался все я думаю что дождя уже не будет я знаете чего хочу небо показать он только красивое смотрите там такой красный правда смотрите как розовый такой симпатичный море до которого я сегодня не дошла а кто тут пришел а кто тут пришел ко мне а кто тут пришел счастье мое пришло да счастье мое пришло так что на тебе уже ага пироженки там на тебе уже пироженки на тебе уже ага а пироженки нельзя кушать мама не разрешает что почесать ну давай еще почешу хватит какой же ты красавица а ну давай ну давай ну давай в общем вот такая вот у нас красота день становится намного длиннее прям вообще супер и прям вот уже считай буквально месяц назад была уже ночь глубокая я знаете когда в детстве была маленькая ну в детстве было мало логично да в детстве когда была маленькая представляла что у меня вот я царь принцесса и вот на таких облаках у меня есть свой замок я вот принцесса я на земле вот все весь день проводила а вот потом уходила в свой замок на облаках и там вот проводила ночь спала представляете ну мы наверное в детстве все были принцессами ну вот у меня вот эти воспоминания прям они так были яркие и вот я по щас а ты что тут делаешь то смотрите какой у меня лук видите сам себе растет тебе что травка это нравится больше вроде как ничего нет тебе зачем нет это он зачем чарли но но подклянем давайте со соседями я если честно люблю подглядывать за соседями они знаете тоже не промах блин болит ну все друзья смотрите снег выпал снег выпал смотрите видите офигеть на этой горе очень редко выпадает снег ну не так холодно чтобы он прям выпал снег что это чуть не то я не сказала бы что холодно 20 градусов 22 сегодня было это не такая длинная гора ну и чего ты хочешь то чтобы не такая длинная не такая высокая гора чтобы ну иди иди что ты там смотришь а мне не показываешь ну вот видишь видишь что я там смотрю видишь ничего нету интересного ничего интересного нет дай Маааа бусито и все такое маленькое дай мне бусито да бусито байката байката Бей, мбуситу. Мбуситу. Ну, ладно. Поцелуйчик. Все, друзья, видите, у нас не аквеб. Всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.